Уважаемые друзья, рад возможности представить свой проект в этой замечательной галерее под названием «Аурум», которая находится в Одессе на Торговой 2. Проект называется «Мой эксперимент». Мой эксперимент длиной, наверное, 25 лет. То есть 25 лет каких-то творческих исканий, поисков, я на эту тему решил сделать экспозицию, выборку из своих произведений, такого более камерного характера, которые, наверное, могут вполне вписаться в интерьере любителя живописи в таком небольшом формате. И, как говорится, началось все, наверное, в данном случае с 1995 года. Я нашел такую работу, которая вот здесь висит. Это портрет девушки, некой симпатии какой-то с того времени, которую я просто нарисовал там в один сеанс. Ну, по крайней мере, я так думаю, что это то место, то реалистическое место, с которого я начал путешествие в изобразительном творчестве своем. То есть я начинал с этого, прошел через какие-то разные искания, то есть это были мотивы, так скажем, не только реалистического, такого комплементарного искусства, когда хочется угодить зрителю, хочется, знаете, искать какие-то новые формы, какие-то соответствия нашему времени. А наше время, вы понимаете, оно такое достаточно контрастное, сложное, непростое. И задача художника, знаете, не просто нарисовать комплементарную картинку, я считаю, для зрителя, а где-то попытаться задеть за что-то главное то, что в нашей жизни сегодня есть. Ну, эту попытку я и пытался, как говорится, здесь показать. То, что получилось, это судить вам. Ну, ход мой был такой, знаете, от реалистического искусства, через какое-то гротесковые какие-то образы, через какой-то брутальный даже подход, потому что он тоже, думаю, месен нашей ситуации. И, ну, с выходом даже прикосновения к каким-то даже таким, знаете, совершенно настроенческим, абстрактным работам. То есть, от реализма к абстракции такой мой где-то ход. На красном фоне, на красном фоне, что здесь на красном фоне? Конечно, это женщина, эти эмоции, которые мы испытываем по поводу женщины, которая, в общем-то, она слегка где-то в каких-то местах уже обнажена, и, возможно, еще дальше пойдет обнажение. Вот это предвкусие какого-то, может быть, любовного состояния. Да, вот, вот. И как вот это вот то, что следует за ним, это вот эти фрукты, которые там рядом находятся, и темная птичка. Птичка – это что-то мужское, какое-то начало. Это тайна, которая, в конце концов, наверное, соединится с этой женщиной. Следующая работа, она, знаете, относится к какому-то некому символизму, знаете. Ну вот, называется эта работа «Пейзаж с белым стулом». На белом стуле, как вы видите, да, стоит пирамида, яблоко и некий змей-слуситель так заглядывает в этот стул, если так, на стульчик, если так можно сказать. Вот. И я так думаю, что вот эти вот компоненты, ну, пирамида, округлый плод – это некие, знаете, такие моменты, которые сопровождают каждого из нас в процессе, ну, возрастания в жизни. То есть, ну, вы знаете, что пирамиды эти, вот, если окунуться глубоко в историю, это непростые формы, это нечто магическое, которое усиливает, ну, энергетику того человека, который там находится. Существует такое, да, и я в это верю, и поэтому, как говорится, считаю, что вот белый стул – это, ну, нечто такое, кресло восседания, да, это, может быть, это само место власти, да, вот, стул, кресло, трон, вот. И, ну, вот я еще, если можно, еще все-таки пару слов. То есть, вот это вот сочетаемое, это человека, который пришел к какому-то результату, к власти, наверное, к какому-то благополучию, рядом должны быть такие элементы. Но вместе с тем, я говорю, что в пейзаже эти элементы тоже есть. Сток сена – это тоже можно увидеть в нем, как некую пирамиду, да. Какая-то луна на небе – это тоже, тоже яблоко. Или там дерево с круглой кроной – это тоже. То есть, можно просто в самой природе найти те же, как бы, удовлетворения, не сажая себя в это кресло власти. Потому что сайт, я думаю, власть – это не только соблазн, это еще большое испытание для человека, не каждому это дано. И не следует к этому, я считаю, стремиться на самом деле. Ну, такая вот маленькая история по эту картинку. Это вообще, как бы, просто такая работа, настроение такое, знаете, это плакучая весна, так называемая. То есть, это дачные какие-то ощущения, когда-то на даче, когда, вот, вроде весна, должно быть много солнца, но почему-то небо плачет. Вот это состояние послужило, вот, как бы, толчком, чтобы попробовать что-то такое сделать. Вот. Плакучая, обычно говорят, ива, плакучая осень, а тут плакучая весна. Ну, так получилось. Вот. Следующая работа, да, это работа, в какой-то момент, в общем-то, и подсмотренная где-то с натурой, это кофеманки называется. На самом деле там, ну, если видите, да, там сидят за столиком две дамы о чем-то беседуют, там, в своих каких-то женских там вопросах, и они какие-то светлые, там, какие-то радостные, и вот в стороне сидит некий одинокий. Возможно, мужчина. Но на самом деле лица нет, и это важно, чтобы лица не было, потому что это, вот, некое состояние, человек в одиночестве, ему тяжело, он не светил, он ищет, наверное, свою пару. Ну, можно так сказать, да. Вот. Следующая работа тоже из, ну, в общем-то, это работы, вот, которые мы видим сейчас, это работы из более, такого среднего периода, то есть это уже не 90, это уже все-таки 2000-е годы, и уже, видите, наверное, идет стилистика другая по отношению к тому первому наброску, который, в общем-то, достаточно просто реалистичен с натуры, и так сделан просто комплементарно. То это уже какое-то рассуждение про вот это вот. Это тут рассуждение тоже про любое. Про некое, может быть, женское одиночество, которое все-таки хочет встретить свою половинку, но она где-то все-таки еще не нашлась. И вот она так в каком-то своем, наверное, созерцательном моменте находится, пьет свой коктейль, как-то пытается найти свою любовь. И вот где-то вот такая статуэтка мужского какого-то героя, может быть, который, который бы ей нужен, он как-то как бы, вот только статуэтка у нее, к сожалению, нет. Его реально нет. Вот такая вот. Ну, я немножко сочиняю такой, люблю посочинять, знаете, повыдумываю. Ну, такое у меня почему-то мышление сложилось. Вот эта вот работа, да, тоже, снова-таки, это, наверное, 2008 год. Вот, то есть уже относительно тоже уже давнишняя работа. Вот. Налицо какое-то новое, ну, движение в сторону какого-то обобщения, осмысление цвета. То есть это не просто с натуры сделанная работа, это переосмысление уже. Это вот попытка через цвет, через пластику, какое-то, наверное, обобщение, прийти к какому-то проникновению в такой образ. Это такой удивленный Степан называется. Это некий моряк, наверное, все-таки, да, по всему видно. Вот, в какое-то вечернее время он вдруг обнаруживает в себе, ну, наверное, как-то так получается, что внутри его живут два начала. Такое земное, красное, такое яркое, да, и некое такое синеголубое, ну, наверное, небесное. То есть, грубо говоря, есть земное начало, и начало небесное, то есть, божественное, может быть. Это его удивление, что он, оказывается, вот в себе это в какой-то момент обнаружил. Вот. Ну, такое удивление у Степана. Вот ниже это две, 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 две по стати, или две, два человека с синим, называется, или голубых, да, сине-зеленых, сине-голубых оттенков. Ну, если внимательно посмотреть, это на самом деле, как бы сказать, наверное, это объединение такого момента. Художник, который более светлый, и с кисточкой, если видите, да, слева. Вот. И причем у него такая белая шапочка, которая, как бы, ну, немножко его, как бы, делает таким, в нашем представлении можно с ассоциацией прийти про доктора. Он художник, доктор, который своими произведениями пытается лечить, ну, своего зрителя. И рядом стоит, на более синей такой, с золотыми оттенками, с черной папкой. Это арт-дилер. Это тот, кто на самом деле, тоже очень важен, который связывает и художника, вот палитра, она связывает обоих, потому что один без другого не может жить. Вот. И яблоко соблазна. Найти это компромиссное решение, когда все сложится, чтобы художник, который творил, был, ну, достойно оценен и получил достойные деньги за свои произведения. И в то же время должен быть человек, который это продвигает и получает тоже свои деньги, и чтобы они нашли этот мир и покой между собой. Ну, такие мысли дурацкие, может быть, кому-то покажется. Но для меня это важно. Игровая какая-то такая ситуация. Дальше. Работа, можно сказать, из более последних, так скажем, период, уже приближаешься к 20-му году. Это прошлого года работа. Вот. Я, в конце концов, осмелился, обнаглел и стал рисовать так вот кубоподобно. То есть, и называется эта работа «Спотворение» или как бы «Изуродованное любовью». Такие два персонажа – женщина и мужчина. Ну, а дальше, наверное, тут уже говорить нечем. Все понятно, да? Есть некий такой вот между ними огонек, который где-то не совсем соединяется, поэтому такое вот контрастное состояние. Вот эта работа. Эта работа тоже, скажем, уже где-то 14-15-го года. Снова-таки я двигаюсь в сторону каких-то таких образов непростых. Называется она «Кумиры». «Кумиры». Ну, «Кумиры» – там есть слово, которое подсказывает конкретное, да? «Битлз». То есть, это некие вот те кумиры из прошлого века, которые до сих пор у нас остаются, как говорится, перед нами. Я, например, их творчество очень ценю, обожаю и посвящаю именно им. Ну, можно вот попробовать прочитать. Там есть и пластинка какая-то вот. Вот это четыре каких-то очень таких тесно стоящих бокала, которые, собственно, наверное, есть эти люди, которые были в составе группы. Ну, и эмоции какие-то, которые можно пережить через цвета. Вот и все. То есть, остальное, пускай каждый додумает. Это работа в 2007 году, то есть, относительно более ранее. Тогда еще, вот видите, писал так. Ну, пытался так писать тоже уже, наверное, где-то немножко обнаглел, да. Цветя так уже писал неаккуратненько, размазисто. Ну, эмоции какие-то, вот, которые испытываешь, глядя на такую чудесную спинку, молодую девушку, которая играет на контрабасе. Наверное, вот и все содержание. Главная натура, наверное, консерватории в Одесской находится. Да, 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 конечно. Вот. Идем дальше, да. Ну, это вот работа, знаешь, это некий такой, можно увидеть какой-то пейзаж вообще-то, но вместе с тем это уже и не пейзаж. Это что-то, некое существо, которое живет в деревьях. Вот оно, если при внимательном рассмотрении, можно увидеть какие-то глаза, даже какое-то такое экзотическое лицо. В каждой картине мистика присутствует, да, и кризис. Да, да, да. Можно зрителю домысливать? Абсолютно, нужно. Не можно, а нужно. По крайней мере, это относится к моим работам стопроцентно. Ну, здесь несколько работ. Мне нравится эта стеночка, знаешь, она какая-то очень живая такая классная. И тут миниатюры такие, но они мне очень дорогие. То есть вот здесь тоже попытки. И более, вот это уже более поздние такие работы, какие-то философские. Это на тему, знаешь, короля Лира и его птичек, его дочерей. Ну, наверное, кто знаком с этим произведением, то, наверное, можно уловить там какие-то взаимосвязи с тем сюжетом, который там есть. В общем-то, это трагедия, поэтому черный фон там вполне уместен. Это какая-то философия такого, знаешь, жизненного освоения. Вот. Ну, это угощение работа называется. Да, это традиционное угощение, но это не только вот то, что мы можем скушать, это еще и там на заднем плане как-то вплетается в женский торс. Потому что женщина это тоже угощение для мужчины, я считаю. Ну, такая вот простая работа, ну, на эту тему. Эротично. Вверху птичка, любопытная такая-то птичка. Мне просто понравился вот сам, как решился этот персонаж. Ничего там, как говорится, более глубоких каких-то мыслей я не ищу и не надо. Да, это просто то, что получилось и то, что мне понравилось. Я считаю, что неплохо. Вот. Ниже это калаш. Это, скажем, такая, знаете, в советское время не очень она приветствовалась у нас это как-то почему-то. Хотя это очень интересный вид творчества. Знаете, это так любопытно, когда складывается из несочетаемых вещей и вдруг превращается во что-то новое. Это действительно такое очень серьезное творческое начало, которое способствует проявлению новых каких-то моментов в творчестве. Поэтому я ценю эту работу. Эта работа, кстати, называется Кира. Это Кира Муратор. Вот здесь вот немножечко часть ее портрета видна. Вот, посвящается ее творчеству. Вот. Какое-то что-то киношное. Вот. Ну, тут дуэт. Скорее всего, видно, да, какая-то активная женщина и какой-то более, наверное, ну, такой воздушный и более спокойный. Ну, может быть, и художник. Вот. Муза и поэт. Или там муза и художник. Ну, обобщенно. Это, как говорится, тоже любопытно. Знаете, когда вот убираешь все до предела ненужное, только остается самое главное и начинает звучать. По крайней мере, я так думаю, что это очень важно. Мне это нравится. На этой стеночке. Поющие в лесу, такое вот, некое, знаешь, мистическое присутствие в лесу, если там, ну, приходилось, знаешь, ночевать с палаткой, то иногда там страшно бывает. Вот такие всякие мистические образы навеивают, приходят оттуда. Ну, вот что-то про это. Вот. Это такой мудрый клоун, который имеет, как говорит, и светлую, и темную птичку, и старается их, как говорится, помирить, не уничтожить. Это важно. Понимаешь, в искусстве очень важно, чтобы сосуществовали все вместе. И левые, и правые, и реалисты, и абстракционисты. Важно же просто, вот, было некое, как я считаю, вот это шоу для зрителя, который приходит, видит разное, получает это удовольствие. Ну, наверное, как-то это тут отражается. Это портрет Наташи. Какой Наташа? Ну, условно говоря, Наташа. Мне, я когда рисовал эту девочку, которая вот сидит и какую-то ягодку, может быть, вишенку или черешенку кушает с каким-то напитком, вот, тоже какая-то очень обобщенная, стилизованная изображение. Мне такие образы как-то в последнее время очень подходят. Мне кажется, это портрет современной, очень современной девушки, которая в тренде, которая разбирается во всем и к ней обращается. Возможно, она даже блогер. Ты прав, ты прав, ты прав, ты прав. Да, это вот как раз такая современная девушка, вот, из нашей современной жизни. Сейчас вот здесь и полно всяких кафешек, ну, просто на каждом повороте. И, конечно, там можно увидеть таких девочек. Вот. Ну, это, конечно, босс. Босс – это кто? Это самый главный наш начальник. Вот он. Ну, такой у меня босс получился. Ну, это босс. Это опыт был, знаешь, сделать это, ну, на доске. То есть мне захотелось на доске. Была такая возможность, классная досочка. Думаю, знаешь, что-то сделаю. Если ты так вот что-то выскочил, то кучка. Похоже на одного моего очень хорошего друга, юриста. Начальника юридической конторы. Ну, вот, значит, видишь, здесь все потеряно. Что-то таки откликается. Ну, это, знаешь, это что-то дерево на пушке, да, вот это как бы зимнее дерево какое-то стоит там. И еще вот у него там… Тебе хорошо видно? Нет, просто? Да. Ага. Вот яблочки эти, как бы, последние зимние яблочки, которые, вот, там лежит темное, да, рядом возле него. От него, если так захотеть, вот так вот провести линии, видишь, красное-зеленое, оно где-то на этом соединяется. То есть это некий, ну, такой, знаешь, связь, ну, как бы, от одного дерева через это яблочко придет и красное какое-то, и какое-то зеленое. То есть, казалось бы, две противоположности, но которые пришли именно от этого яблочка. Что-то здесь футуристическое есть, как, допустим, «Алиса в стране чудес», там что-то такое вот где-то издалека, да. Ну, классно, что можно домыслить и себе. Да, да, да. Тут можно… Ты понимаешь, что домыслие очень уместно, и самое главное, что оно, на самом деле, не уведет человека очень далеко в сторону. То есть нельзя назвать это противоположным. Все равно это будет какая-то фантазия, приближающаяся к тому, что у меня появилось… Ну, а вот и кролик из «Алиса в стране чудес», или я ошибаюсь? Ну, это был такой натюрмортик, знаешь, в академической программе с кроликом, с маской кролика. Ну и, как говорится, предложил ребятам потрудиться. Ну, а сам тоже в процессе находится. Когда ты служишь вместе с кем-то, то через тебя все это тоже проходит, и ты вынужден так или иначе это все тоже… То есть это работа многих творческих умов, или как? Ну, вот эта работа, на самом деле, это совместное творчество с моей ученицей, понимаешь? Она как бы начала, я уже как бы закончил, она разрешила мне, ну, вот не знаю, чем закончить, ну, я тут это взял по полной свободе. Выделяется немножко работа, это из всей экспозиции каким-то своим накалом. Она такая, как бы, она немножко такая экспансивно-дерзкая, ну, так сказать, да? Да, это правильно. Ну, а это разве не черта нашего времени? Так и есть, понимаешь? В наше время таких дерзких и неожиданных каких-то поворотов и таких людей, которые могут неожиданно предложить что-то, и в какой-то мере это, наверное, вот оно вселяется через работу, и меня, и, наверное, может быть близко другому человеку. Вот, и я так думаю, что, при том, что, видишь, кролик как бы такой, ну, кто это? Это такой хороший зверек, да, добрый, такой ласковый, обычно не злобный. Тут он как раз имеет какую-то злобную нотку такую, знаешь, это может быть даже, не знаю, из нашей жизни, когда кролик вдруг превращается в какого-то агрессивного и страшного. Имеет право современный кролик. Да, такой современный кролик. Ну, вот это прикосновение, оно называется, это работа, подожди, как-то я назвал сейчас, последнее известие, да, это вот, знаешь, пришло по поводу того, что, ну, вот война на востоке Украины, то есть вот как-то какие-то переживания в эту сторону, вот они вылились в такую абстракцию, ну, все-таки какие-то эмоции на фоне вот этих событий. Каждый видит по-своему эту ситуацию. Да, кто-то может еще увидит или еще что-то, ну, вот это мои, мои, как говорится, первые позывы, от чего оно прошло, и так получилось. Вот. Ну, тут вот Адам и Ева, так, вот, Адам и Ева, брутальное решение, это, как говорится, и змея-искуситель здесь, видишь, он такой, как бы современный, он может быть не такой, не библейский, но то же самое, суть та же самая, яблоко, саламандр какой-то. Да, саламандр, пускай будет такой, в данном случае так получилось, и в этом, как говорится, ну, наверное, какая-то есть смысловая ситуация от Ада Яды. Ну, это любовь, это, как говорится, начало и конец всех обстоятельств, которые у нас тут, в нашей земной жизни есть. Ну, так, прочее. Плюс абстракция, видишь, что это какой-то абстрактный фон, который, ну, так, максимально, удаляя все лишнего, пытается работать на идею. Это более по-своему, это работа 2004 года, это такой, знаешь, немножко стилизованный какой-то с юмором автопортрет, то есть это, вот такой это, да, вот, то есть какие-то музы, какие-то фегасы бегают рядом, такой лукавый. Вот оно, творческое состояние художника, выраженное на холсте. Где-то так, да, ну вот. И, видишь, ну, манера письма такая, в глубоких тональных пятнах, то есть рядом совсем другая работа, это уже, вот, можно сказать, из последних, то есть тут просто открытый черно-белый контраст плюс цвет, то есть вот и то, и другое имеет право быть, вот, я считаю, и вот я склонен больше сейчас к этому, к такому, ну, переосмыслению действительности, можно сказать о... Хорошо, что у нас есть друзья старые, иди, Вовочка, расскажем про Алешу. Алешенька, ну давай, иди сюда, там у тебя много красок. Хорошо, красиво. Сейчас подарим тебе красок. Как хорошо иметь друзей, которые с тобой прошли творческий путь через всю творческую жизнь. И дальше идем себе спокойненько. И Алеша, как, знаете, семья, это духовная семья художников, которые нас поддерживали, когда мы были маленькие, да? Ауру, ты помнишь, как он родился, да? Конечно. Он родился в 2008 году, и Алеша был рядом с нами, когда мы родились, поддерживал все это время нас. И посмотрите, какой он сильный стал. Он и был сильный, я помню. Но сейчас вот в этих работах я могу два слова только сказать, что ты пикосишь, да, и ты шагалишь. Вот мне так кажется, что ты пикосишь и шагалишь. Вот. Ну, опять же, это мое такое, да? А ты тонкий мир описываешь так, что я не видела, что кто-то так еще делал. И есть место в Одессе, где каждый Одессит в цукерне на Толстого может сесть, выпить чашечку кофе, съесть пирожное, но работы, которые висят в этом ресторанчике, да, сладкарне, цукерне, они настолько согревают, они настолько приятные. И там постоянная экспозиция работ Алеши. Вот. Поэтому Алексей Малик – это гордость Одессы, я считаю. И если кто-то из иностранцев заметит вот такую выставку, да, то обязательно обратить внимание на него, потому что он не рисует реализм, он рисует тонкий мир подозреваемый, прозреваемый, вот, который только человек может себе на ушко прошептать, да? Так, Вовочка, иди что-нибудь расскажи про Алешину творчество. Можно просто наших зрителей и подписчиков попросить, чтобы они сделали репост этого видео по всем своим друзьям и творческим личностям, пусть они это разнесут по всему миру. Воводи, расскажи, как ты чувствуешь Алешину? Ну, я чувствую, прежде всего, что художник – очень хороший наблюдатель и очень хороший рассказчик. Потому что для зрителя что важно? Чтобы особенности современного мира им преподнесли, во-первых, позитивно, потому что негатива хватает без художников, а вот позитивное восприятие мира, наблюдательность и вот этот вот диапазон творческий, творческий в том плане, он и в изобразительных средствах очень широк, Алеша. Вот. И в стилистике своей он идет от абстракции, почти полной стилизации, очень сильной, до почти реалистической ребрантовской гаммы, как вот в последних работах, которые мы видели, вот в этой. Очень интерьерные, красивые работы, которые украсит любой дом. Но рядом, вот в помещении буквально за углом, есть еще одна большая выставка, которая называется «Яблоко и цивилизация», и в которой мы уже в который раз снова-таки встречаемся с господами Ильичевыми вместе в едином проекте. То есть и Володя, и Лена, и я, мы вместе в этом проекте участвуем. И я очень доволен такому сочетанию, потому что, ну, как я вижу по отзывам, выставка получилась, людям нравится, и я рад этой возможности, что мы вместе в целом-таки продолжаем работу.